ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОВЕЗЬ БЕСПОКОЙСТВА Я узнал о гностических мотивах у Стругацких и понял, почему у них напущено там столько тумана. Дело было в богоборческом мотиве, который Стругацкий в атеистической стране были вынуждены тщательно скрывать. Да и то в атеистической стране заявить, что бог пусть и страшный преступник, с властью которого надо бороться, но реально существует, это безусловно означало конец писательской карьеры. У Крапивина парадигма, похоже, очень близка к указанной парадигме. Я уже объяснял, что это парадигма, на мой взгляд, парадигма Роберта Бартини. Уже сказал, я хочу дать цикл отзывов на вселенную Великого Кристалла Владислава Крапивина. Сделать я хочу это, опираясь на очередность этих книг, предложенную Талалаевым. Что я сейчас, собственно говоря, и делаю, но с одной оговоркой. Талалаев считал первой книгой в этом цикле киносценарий «Жили-были барабанщики» и издали Крапивином в 1986 году. Но, к сожалению, этого киносценария мне найти не удалось. Поэтому я и вынужден начать, но, вернее, уже продолжить. Вот с указанной. Тем более, что книга достаточно откровенная. Что особенно интересно, поскольку Крапивин ее издал в самый разгар научного атеизма. В 1970 году еще он ее издал. Сама форма подачи материала в этой книге очень необычна для того времени. Она описание сна человека. Сна литератора, работающего в провинциальном театре. Ну, сна более чем необычного. В этом сне, который на самом деле далеко не сон, и он-то понял еще в момент этого, так сказать, сна, он опять мальчишка. Ну, а то, что это не сон, подтвердило жизнь. Подтвердило в следующих частях трилогии «В ночь большого прилива». И он в этом сне встречает еще двух мальчишек. Одного из которых он про себя назвал Валерка, а другого – братика. И все они трое прекрасно понимают, что все вокруг не настоящее, кроме них. Впрочем, в этом сне есть еще один настоящий персонаж, который потом материализовался в реальности. Котенок. Эти мальчики сообщают герою, что живут в другом мире, в котором сейчас средневековье. Но средневековые очень сильно отличающиеся от средневековья нашего мира. И в их город ворвались вероломные враги. И там сейчас льется большая кровь. И им нужно обязательно вернуться в свой город. Может статься вернуться на верную смерть. Но это нужно сделать. А самое главное – вернуться в этот город им может помочь только он, герой главной вот этой повести. И он берется им помочь. И дальше начинаются фантасмагорические приключения, которые, пожалуй, подойдут только для одной реальности. Виртуальной реальности, разработанной сумасшедшим программистом. И герой в ходе этих приключений вдруг обнаруживает, что он может делать то, что никак не может делать обычный человек. Самое же главное – все три героя как-то сразу стали настоящими друзьями. И поэтому ему очень не хочется их посылать, скорее всего, на верную смерть. Это уже не говоря о том, что вообще-то ему еще и очень не хочется с ними расставаться. Настоящие друзья в нашей жизни явления очень редко. Но они все трое, скорее, даже не понимают, а чувствуют значение долга. Что здесь самое интересное? Первое – здесь все не настоящее. Я уже сказал, теория Бартини построена на концепции реинкарнации. Но это не единственная ее общая черта с индуизмом. И может статься даже и не главное. Вторая черта такая. Бартини любил повторять – все состоит из того же вещества, что и наши сны. Откровение всех писателей-членов тайного общества диск, если использовать терминологию супругов Бузиновских, на мой взгляд, раскрыл Олесь Бердник в романе «Звездный корсер». Он был учеником Ивана Ефремова, и его иногда называют «Украинским Ефремовым». И он умудрился этот роман тоже издать еще в Советском Союзе в 1971 году, за что, понятно, очень долго оплатился. С тех пор весь период так называемой советской власти подобных романов больше не издавалось. Но от Крапивину примерно в это же время, что интересно, похоже, очень аккуратно, но удалось таки опять затронуть данную тему. Следующая важная черта повести такая. В ней, похоже, показано спонтанное пробуждение во сне того, что Иван Ефремов назвал бы способностями прямого луча. В романе «Час быка» Иван Ефремов написал о них так. «Только в раннем возрасте до кондиционирования человека системы устоявшихся взглядов прорываются в нем способности прямого луча, ранее считавшиеся сверхъестественными, например, ясновидение, телеакцепция и телекинез, умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. И мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не кондиционирована величайшая сила организма – кундалини, сила полового созревания». За роман «Час быка» Иван Ефремов, кстати, тоже очень дорого поплатился, хотя и не так дорого, как Алисбердник. Кстати, эта цитата Ефремова объясняет, почему герои Крапивина всегда дети, ну или в лучшем случае взрослые, в душе все равно уставшиеся детьми. И Ефремов в «Часе быка» подчеркнул, что способности прямого луча тесно связаны с нульпространством. Крапивин, правда, называет эту категорию не нульпространство, а субпространство, но сути это нисколько не меняет, поскольку у Ефремова через нульпространство летают звездолеты прямого луча, а у Крапивина через него, через субпространство, летают суперкрейсера дальней разведки. По сути, те же самые звездолеты прямого луча. В целом, думаю, эта маленькая повесть «Далёкие гарнисты» неплохо показывает связь теории шестимерной вселенной Роберта Бартини и теории вселенной Великого Кристалла Владислава Крапьева. Безусловно, рекомендую повесть прочтения. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok